Viewer discretion is advised Своим голосом, чтобы тебя потом наказали Изобразил и губы мои скорректировал на видео, которые ты у нас снимаешь Подставить меня решил Хитрый Бандера В After Effects все сделал У нас есть все-таки еще какие-то русские проблемы здесь Поэтому потом займемся... Русские проблемы Ну хорошо, российские проблемы Буду более толерант Что может быть лучше российских проблем Нам вообще никто не звонит, ни из СНГ, ни из Беларуси, ни из других стран. Я помню, нам девочка какая-то из Чехии звонила. Блин. В одном выпуске. А какие в Чехии проблемы, у них же там полный легалайз. Вообще, отклоняй все звонки из Чехии, у них там никаких проблем. Без нас обойдутся. И перед тем, как начнем, хочу напомнить, что спонсор сегодняшнего Хованский разрулит, это Skinon.ru, откуда у меня Игорь Линк подрезал чехлы. У меня раньше было очень много чехлов со Skinon, но поскольку у меня много друзей, они стали их растаскивать. Все говорят о высоком качестве чехлов, все довольны, но чехлов у меня мало. Поэтому вот, смотрите, какие. Может быть, так. Но зато у меня среди друзей нет тупых пёст, Андрей. Посмотри, никто не знал британский флаг. И еще больше я рад тому, что у меня нет хуесосов среди друзей. Может быть, ты два заказывал с британским флагом. Нет, ты меня спалил. В общем, друзья, вы можете заказать эти чехлы, эти и множество других чехлов на любые темы на сайте Skinon.ru. Промокод «Разрулит1» на 10% скидку. Воспользуйтесь и сэкономите. Ну, а мы приступаем к разруливанию проблем. Фоникен. А, все, Анюта. Алло. Привет, Анюта. Привет, Юра. Привет, Андрей. Привет. Ты думал, наверное, что я вампир, поэтому решил соблазнить меня вот такой фотографией. Мы тебя не видим, к сожалению, Анюта, в ключе. Ты отображаешь себя, надеюсь, на видео или... А, все в порядке. Ты вампир. Просто боюсь вампиров, поэтому спрашиваю на всякий случай. Чтобы было ясно, друзья, если вы вампир, мы вам помогать не будем. Я не расист, я не сексист, но вампирам я помогать отказываюсь. Я сын своего отца, и в нашей семье испокон веков принято ненавидеть вампиров. А оборотнем, Юра? Нет, я толерантен к оборотням, оборотням могут звонить. Анюта, что такое? В чем твоя проблема? У меня такая проблема. Мой парень, когда мы занимаемся с ним сексом, он кричит громче меня. Вот помилые дети пошли нынче, Андрей. Сразу, даже не... Мне 17. ...никак, а? Мой парень, сколько тебе лет, Анюта? 17. Да ты что? Это же вообще... Ладно, я не согласен, ему нет. В общем, я не слышал, что тебе 17, ясно? Тебе 18 лет, все. Ладно. Тебе ведь 18, правильно? Господи, какой кошмар. Такая хуйня происходит со мной уже второй раз. Блин, это надо вырезать, наверное. Ладно, Анюта, вы занимаетесь любовью, скажем так, со своим парнем. И он кричит громче меня. Мне это ужасно не нравится. Я ему пыталась намекнуть, что он слишком громко ведет себя. Но он отказывается слышать. Он говорит, что если мне не нравится, то мы должны расстаться. Ну, вообще... Так а твоя проблема как именно, что тебе это прям такой уж большой дискомфорт доставляет? Ну, блин. Это сложно, потому что я как раз хотел сказать диаметрально противоположный совет. Это то, что оставь его в покое, потому что у каждого человека свои прибабахи. И когда с прибабахами не мы... Блин, ну это такое тоже... Знаешь, ответ на этот вопрос можно увидеть в куче сериалов, там, начиная от бесстыжих и заканчивая, если просто следить за отношениями героев на время. Если один из партнеров как-то чудоговато себя ведет, или, например, у него усы, и когда он отлизывает тебе, ты думаешь, что это какой-то гном усатый, или что-то, что у тебя наросло. Бывает такое какие-то, но с этим нужно бороться, потому что если чувак хочет кричать во время секса, то почему нельзя? То есть он кому-то, кроме тебя, мешает, там, соседям, окружающим, если он кричит не очень громко? Да, на меня касаются соседей, они косо на меня смотрят. Ну, слушай, косо на тебя, ну, они косо на тебя смотрят и правильно смотрят, потому что вы же трахаетесь, трахаетесь, так как же они должны на тебя смотреть, по твоей логике? Анюта, если... Это же правда, зачем стыдиться правде? Надо наоборот смотреть, да, кто-то трахается, или что-то такое, в отличие от вас. Но я бы, на самом деле, не советовал тебе, потому что и женщины, и женщины, ты думаешь, женщины все сексуальные, да хуя во время секса? Многие иногда хрюкают, иногда что-то такое творят, но делать какие-то замечания по этому поводу, мне кажется, это лежит вне рамок какой-то этики с половым партнером. Все-таки как-то, ну, блин, он такой, ты завела себе кричащего парня. Ты могла заметить это в первый раз, когда вы это делали, сделать для себя пометку, и типа, если второй раз крикнет, то я уйду, но не ушла. А так, я думаю, если именно заниматься поведением человека во время оргазма, его исследованием, я даже не знаю, к каким ученым тебе обратиться, если честно, чтобы они могли что-то посоветовать. Я думаю, что психиатры как бы здесь неприменимы, как и психологи. Ну, какие-нибудь тренинги, книги, просто никогда не сталкивался с такой проблемой, как перестать кричать. Но по мне-таки, если кричит, то пусть кричит чуваку, хорошо. Если он кричит, занимаясь с тобой сексом, знаешь, все заебись. Если он кричал бы, занимаясь с кем-то другим сексом, вот был бы повод задуматься. Поэтому всегда напрягая уши, то есть, заходишь там куда-нибудь домой пораньше с работы, сначала слушай, кричит, может быть, кто-нибудь или нет. Ну, я бы на твоем месте начал наслаждаться этими кликами и воспринимать их как похвалу и одобрение действиям, которые ты совершаешь. Спасибо, Ю. Ну, надеюсь, помог. Давай, Анюта, счастливо. До свидания. Спасибо, что позвонила. А счастливее у нас. До свидания. Господи, помилуй, чувак, ну и вопросы. Что? Да, что это за проблема? Бедный парень, блин, теперь все друзья заебут, знаешь, будут на телефонах это говно показывать. Типа, смотри, как у нас там, знаешь, Лёшка-то наш. О, стонет и кричит. А по мне так, знаешь, парень, если ты смотришь, кричи. Это, блядь, имеешь полное право, ты её будешь в кино, там вся хуйня, за ней ухаживал, дарил цветы. И хочешь теперь прикрикнуть, пока кончаешь, заслужил. Друзья, у нас сейчас приключилась забавная история. Нам никто уже не звонит, но нам позвонили тролли. Тролли в балаклавах. Такие злобные, серьёзные ребята. И смех смехом, друзья, тролли троллями. А Андрея Стрегуля выбила интернет после этого. И мы решили, что мы следом за ВиДжей Линком стали жертвой секты дудосеров, Андрей. Наверняка кто-то, знаешь, пока ты подключался же к скайпу. Ну да, по скайпу вообще реально отследить айпишник. То есть это полная правда. И по айпишнику тебя каким-то лойком, блядь, долбанули. А ты что, без фаервола сидишь? Ну вот отключал как раз. У меня логало. В наше время, Андрей, даже как из дома выхожу, презерватив надеваю, блядь. А ты фаервола отключаешь, когда к нам тут такая скомота звонит, а ты сидишь и порты открываешь. Эх! Поехали, следующий вопрос. Сколько у нас осталось? Здравствуйте. Блядь, Никитос уже, я тут ковырялся в своих делах. Ну ладно, Никитос, раз ты появился. Привет, Никитос. Не вовремя ты, конечно, но мы всё равно тебе рады. Что такое? В чём твоя проблема? Сейчас я наушники подсоединю. Да, молодец, чтобы не фонило. Какой сознательный. Такой молодой, а уже сознательный. Ну я же написал в посте, чтобы наушники были. А я поправил финальную версию и написал, что они не обязательно, если ты помнишь. Убрал их из списка обязательно. Здравствуй. Андрей, нам и так никто не звонит, блядь, без наушников. А ты хочешь, чтобы нам в наушниках вообще никто не звонил. Что такое, Никитос? Рассказывай нам. Я живу с родителями, и со мной живёт бабушка. Это хорошо, в твоём возрасте странно жить не с родителями, скажу тебе. Это уже была проблема. Хорошо. То есть, и то, что у тебя оба родителя, потому что ты говоришь с родителями, это ещё лучше. Это означает, что у тебя всё уже лучше, чем у многих, кто звонил сюда за всю историю. Поэтому хорошо, давай. Что такое? Бабушка всегда убирается в моей комнате, вне зависимости от того, что чисто в комнате всё убрано. Она всё равно убирается по-своему. Как сделать так? Объяснить ей, что не нужно, я сам буду это делать. Фак, это такой пиздец. Я тебе вот расскажу. Я живу в комнате в коммунальной квартире, которая моя. Она принадлежит мне. Я с ней могу делать всё, что угодно, я её не снимаю. И это как одно из самых больших наслаждений до сих пор. Вспоминая те времена, когда я жил с родителями, никак, это невозможно. Совершенно. Более того, один раз у меня сюда по доброте душевной заглянула моя тётушка, и тоже тут прибралась, после чего я её чуть с лестницы не спустил. Сказал, что больше ей здесь не рады, ни под какими обстоятельствами. Тоже терпеть это не могу хуйню. Они не понимают, чувак. Это бесполезно. У любой матери или бабушки в голове есть какое-то собственное представление о порядке. И даже если ты пиздец какой чистоплю, и ты там всё как-то каталогизируешь, структурируешь, ставишь у себя на столе, всё равно, блядь, не убрался. Нужно пыль протирать в местах, в которых вот... Вот зачем протирать пыль на шкафу? Она, блядь, всё равно появляется каждые два дня. Что с того, что я не протёр там пыль? Кто у нас вообще когда-то жил на шкафах, блядь? Там лежит, блядь, раскладушка. Её нужно ещё приподнимать и под ней вытирать пыль. Потому что вот это в их представлении уборки. Это связано с тем, что у женщин советской закалки, особенно просто это очень, знаешь, а вдруг что подумают? А вдруг гости придут? Гости придут и увидят, что я не занимаюсь круглые сутки уборкой. Что они обо мне подумают тогда? Что мы тут как свиньи. Потом придут на работу, будут говорить, что мы наркоманы, наверное. Взглянут в твою комнату, Никита, спит, как-то диски раскиданы, скажут. Никита-то, наверное, наркоман. Диски раскиданы. Чувак, вообще никак. Терпеть переезжать. И объяснить им, как можно, и что убирать можно, что нельзя. Тоже не работает. Они нихрена не слушают. Они убирают то, что, по их мнению, грязное. И требуется уборки. Видит бог. Я так и не понял этой закономерности за все время, что жил с родителями. Я пытался, но нет. Просто в какой-то определенный момент, знаешь, загорается убраться у тебя в столе, например. Переложить там тетрадки, чтобы кучкой лежали, а не раскиданная. Переворошить что-то. Просто в какой-то момент. Это женская особенность организма. Я никогда не говорил, что я большой знаток женщин. Ты еще очень часто будешь с этим сталкиваться. Особенно если будешь делать ремонт, встречаясь с какой-нибудь женщиной. Это постоянная особенность, вот что я хочу сказать. Уборка, какие-то мысли о том, как должен выглядеть домашний очаг. Это женская. Это хорошо. Женщина должна заботиться о домашнем очаге. Ну, а тебе, братан, ну, хотя бы для вида что-то двигай. Там, складывай ровненько. Это, знаешь, ослабляет их пыл. То есть, это не поможет тебе совсем избавиться от этого. Нет, даже если все хорошо лежит, она все равно по-своему. Да, да. Но, знаешь, так хотя бы как бы, ну, ты снижаешь количество. Между Ссылой и Харибдой, грубо говоря, братан. Лучше уж ты сам эти диски, блядь, сложишь там, знаешь, потратишь минуту, чем будешь, по-моему, сидеть и искать какой-то из-за того, что... Юра, никто уже не пользуется дисками очень давно. Да? Да. Диски, это вчерашний день. Какие мы старые. Какие мы... Ну, в общем, у меня в основном это были диски, не знаю, чем теперь молодежь. Наркотики, наверное, у вас на столе лежат, разложены. Дорожки кокаиновые. Вот, ты их аккуратненько делаешь, чтобы ни влево, ни вправо, горечкой такой. Надеюсь, что помог чем-то, Никита. Да, спасибо, до свидания. Давай, счастливо. Вот какой, видишь, приятный, веселый человек. Та же хуйня, Андрей, постоянное говно было. Так наслаждаюсь своим бордаком сейчас, блядь, просто кинул пивную бутылку. Она и лежит, нахуй. Не то, что в пятом классе, когда кинешь пивную бутылку. Эм, ну ладно, давай. Она обратно вернется, да? Да, 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 да. Друзья, я, конечно, не бухал в пятом классе. Или бухал? Смотри-ка, сплавник с медведем на аватарке. Сплавник. Неужели... Мне вот, если бы я выбирал что-то похожее, я бы, наверное, взял сплавень. Это как-то лучше звучит. Это как, знаешь, терминатор хохлядский, такой жидкий металл. Сплавень. Типа. А сплавник, это как чувак, который труп по реке вниз спускает. Ничего интересного, обычный сплавник. Мега пейн. Шестьдесят. Может быть, нас опять будут троллировать, Андрей? Как же нас только не троллируют с тобой? Нас троллируют, Юр. Здравствуй. Александр Иванов. Некоторые участники Санка не могут пользоваться групповой видеосвязью. Возможно, им стоит обновить версию скайп. Ай-яй-яй-яй-яй, Александр Иванов. Скайп не обновил. Это ж надо таким пидорасом быть, Александр. Подожди, я с айпада зашел. Перезвоните еще раз, я с компа возьму. Там все есть. Бля, вот так... Ну, знаешь, вот так, блядь, у людей... А зачем ты изначально взял с айпада? Нет, как линк, как линк, как линк с айфоном. Да, в натуре, чувак, слушать, точно. Типа, вылюбнулся, что у него айпад есть. Вот знаешь, у тебя впечатление линка, мне кажется, в любых аспектах это отрицательный пример. О! Знакомые все лица, друзья! Это же Александр Француз, сотрудник Омского телевидения. Что такое? Только не говори мне никаких проблем по поводу Андрея Нефедова. Я должен ему денег, поэтому я не могу консультировать тебя по поводу того, как разбираться со своим начальством. Нет, нет, нет. Придется быть на его стороне, братан. Что такое? В чем твоя проблема? Он завис или просто он очень мало двигается, Андрей? Я думаю, поэтому мы взяли в Омское ТВ. Он, знаешь, так замирает и сидит, никого не раздражает. Александр, у тебя все слагает. Ты для того, чтобы камера разлагала, делаешь, типа, робота и... Ну, давай, кращай. Хорошо, будешь периодически подвисать. Давай, главное, чтобы звук не подвисал. В чем твоя проблема? Короче, сейчас я заканчиваю универ, мне надо идти по военкоматам, сейчас приходят повестки. Я вот думаю, что с ним делать. Есть возможность пойти в магистратуру. Во-первых, я не знаю, как там все устроено, что для этого надо, что не надо, какие там вообще дела происходят. Тебе нужно по-другому постричь бороду, и ты будешь похож на Билли Боба Торнтона из Фарго. Это первое, чем ты должен заняться, я хочу тебе сказать. Первое. Потом диплом. Сначала ты делаешь себя похожим на Билли Боба Торнтона из Фарго, потом начинаешь... Покупаешь себе прикид. Ну, сейчас придется подождать до зимы, как ты понимаешь, снега и пальто не поносить. И потом ты ходишь, как клевый чувак из Фарго. Телки дают тебе, все, жизнь открывается перед тобой, перспективы. Из военкомата придут, увидят, скажут, ну его нахуй, это же Билли Боб Торнтон, пойдем-ка, блядь, подальше оттуда. Но вообще мы часто отвечали на вопросы, связанные с армией, и если бы ты был старательным, ты бы мог изучить архивы хаманские разрешения, найти ответ на свой вопрос. Но раз уж ты так и быть у нас сотрудник Омского телевидения, то я могу вкратце тебя проконсультировать. Что именно является проблемой в данном... Ну, армия, понятно, хорошо. Что ты хочешь? Ты хочешь определиться, идти в магистратуру или не идти? Я хочу понять, как мне точно туда попасть, без всяких там проблем. Ну, хорошо учиться, в первую очередь, подать документы, планировать, иметь хорошее отношение с кафедрой, ну и все. И добро пожаловать в магистратуру, но некоторых не берут, кстати. Вот если вспоминать ЛТ, мой выпуск, которым я пробыл всего один год, потому что я слишком клевый для того, чтобы быть программистом, то некоторые люди, которые доучились до... Как бы закончили бакалавиат, их просто не взяли в магистратуру, поэтому не хватило мест. Ну, как я могу тебе... Что нужно сделать, чтобы точно попасть в магистратуру? Учиться, Саша, учиться в первую очередь хорошо, и тогда тебя и в магистратуру возьмут, и в аспирантуру потом, и кандидатскую ты защитишь, и хоть доктором наук становись, и академиком, но... Блядь, а как ты хотел? Типа ты спрашиваешь меня, халявно ли поступать в магистратуру? Ну, во-первых... Выдумывай себе что-то с военником, но если ты магистр, ты должен, блядь, учиться как магистр, чтобы не стыдно было за тебя ни университету, ни омскому телевидению, ни маме с папой. Никому не было средств. Ну, это понятно, учеба нормальная у меня. Главное, чтобы вы меня сейчас прямо... Главное, чтобы ты в армию не пошел. Тогда, чувак, я тебе хочу сказать, была одна история, когда у меня друга собирались отчислить, и староста прибежала и говорит, Я знаю решение проблемы. Ты сейчас забираешь документы, забираешь, и быстро, тут же, тут же подаешь на заочку. Главное, быстро, чтобы... Я говорю, ты, конечно, извини, но как бы быстро ты не забирал документы, военкомат сумеет вклиниться в это быстро между... Он как шорт между мальствами, он все время влезет. Нужно только нахлестом читать, чтобы, знаешь, не смог прокраситься этот дьявол военкомовский. Поэтому, ну, занимайся уже сейчас. Узнавай, оформляй, поступай, и удачи тебе в этом нелегком начинании. Ну, спасибо, я думаю, все получится. Счастливо? Счастливо. Вот, уже, знаешь, начинают знакомые звонить. Скоро, знаешь, друзья будут дозваниваться там, типа... Да, мы же... Да, мы вообще никому не... Да, мы будем дозваниваться, Андрей, вот чем кончится. Мы настолько никому не нужны, что это мы будем звонить всем, прозванивать там. Может, какие-нибудь проблемы решить, братан? Может, просто поговорим, как новости? И нас такие, не, отъебитесь от себя, я там в доту играю с линком. И мы будем такие грустные, и потом мы будем решать проблемы друг друга, и зачахнем, и умрем. У нас есть кто-то еще? Есть еще Степан. Ну, давай Степана. Бандеру! И это была 3782-я шутка про Степана Бандеру на канале Russian Stand Up. Шутки про Степану Бандеру не стареют. В отличие от Степана Бандеры, который мертв. Степан Бандера не берет. Ты знаешь, мне кажется, что Степан Бандера должен был бы радоваться. Кто бы его так много вспоминал, если бы не все эти события и вся эта пропаганда телеканала «Россия-1». Он бы так и лежал в земле, а тут постоянно бандеровцы, бандеровцы. В 2014 году чувак живет в делах своих. Ну, наверное, не этого хотел, когда предавал. Но, тем не менее, живет, живет. Но не берет трубку. И все, на этом заканчивается наш сегодняшний выпуск. Но можем еще раз попробовать Хек. Давай, последний раз. Господи, Хек, возьми трубку! Хек! Сейчас сообщаюсь, сообщаюсь. Сейчас я еще посмотрю, может, кто-то появился. Да, появился еще Александр Иванов. А, нет, Александр Иванов только что был. Что-то совсем. Да. Совсем задумался. Нет, ну Хек, да почему ты сразу удаляешь? Давай попробуем, давай дадим ему шанс. Давай. Нужно давать шанс людям. Иногда шансы оправдываются, и ты получаешь взамен удивительное воснаграждение, которое оправдывает твое, да понятно, не ответит, он уже нахуй этого пидораса выкидывает. Блядь, просто невозможно. Ну что, Андрей, все, выходит, опять отмахали полсмены и по домам. Что-то мы это совсем уже... Нужно... Нужно делать. Нужно урезать твой гонорар в два раза, тем более гривна падает по отношению к доллару, знаешь, нужно как-то... Почему я не догадался тебе в гривнах сразу выплачивать, чтобы патриотичнее как-то... А, надо было, надо было. Надо было. Что же так? В общем, друзья, с вами были Юрий Хованский, Андрей Стрягуль, мы становимся все менее популярными, поэтому если вы еще помните нас, поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео. Напоминаю, что о наборе проблем объявляется на стене Андрея, на моей стене, мы стараемся прозвонить всех, и даже сумасшедших, поэтому у каждого есть шанс. Если у вас есть действительно интересная проблема, проблема типа, есть одна тян, мы не решаем. Ну и все на этом, наверное. Всего вам доброго!